Приветствую вас на канале Infobom. Здесь рассказывают интересное обо всем. Приятного вам просмотра. Анна Уколова расплакалась в шоу Судьба человека и призналась, что чуть не умерла при рождении. Актриса откровенно рассказала Борису Корчевникову о своей жизни. 42-летняя Анна Уколова российскому зрителю известна по фильмам Географ Глобус пропил, Левиафан, а также сериал Мама по контракту, Суд и Иванова Иванова. В отличие от многих своих коллег по цеху Анна не любит давать интервью, зная, как потом могут неправильно преподнести ее слова. По ее словам, за 20 лет актерской карьеры она всего дважды откровенно рассказывала о себе, причем оба раза Ивана Урганту в его шоу Вечерний Ургант. Однако Уколова решила сделать исключение и для Бориса Корчевникова. Недавно вышел новый выпуск программы Судьба человека, гостей которого стала Уколова. Актриса известна своим веселым характером и отличным чувством юмора. Вот и в студию Борису Корчевникову Анна пришла в хорошем настроении и с твердым намерением не плакать. Ведь, как отметила Уколова, Корчевников в своей передаче часто выводит звездных гостей на эмоции. Правда, самой актрисе так и не удалось сдержать слез, когда ведущий заговорил про ее детство. Анна Уколова появилась на свет в поселке Сборном Самарской области. Но по словам самой актрисы, день ее рождения нельзя было назвать счастливым, ведь она родилась почти мертвой. Я родилась мертвенькой, меня еле откачали. Отец работал начальником колхоза, прислали на вертолете кровь. Помирала, да. Вот здесь у меня след, здесь след. Откачали меня, откачали, вспомнила Уколова в разговоре с Корчевниковым. По словам актрисы, причиной послужила случайность, обвитие пуповиной. Но несмотря на это, детство Анны было счастливым. И хотя в какой-то момент ее отец оставил семью, Уколова до сих пор благодарна своей матери, которая все свободное время посвящала детям, а не ее старшему брату. Актриса не стала скрывать, что отец оставил их ради другой женщины. Виктор Уколов по долгу службы часто уезжал в рабочие командировки, которые нередко заканчивались романами. И все же Ане удалось сохранить с ним хорошие отношения. Стоит отметить, что, несмотря на трагические эпизоды своей биографии, Анна Уколова всегда старается сохранять оптимистичный настрой. По ее словам, в ее жизни всегда белая полоса. Актриса всегда оставалась верна своим решениям. Так, особого внимания заслуживает знакомство Уколовой с ее мужем, Сергеем Пугачевым. Знакомство будущих супругов произошло в одном из столичных клубов. Тогда Анна праздновала свой кинодебют в киноленте «Закон», и с Сергеем столкнулась случайно. «Мы зажигали, я была в настроении, и вот смотрю, какой ты парень. Я говорю, эй, парень, подойди, поднеси мне воды». «Будешь моим». «Ты моя будущая любовь». «Так все и случилось», рассказала Анна. Примечательно, что в итоге Пугачеву пришлось добиваться расположения начинающей актрисы. Он настоятельно ухаживал за ней, пока Уколова наконец-то не сдалась. Он такой настойчивый был, звонил, провожал. А я не знала, что такое любовь. Вот что такое любовь. Поинтересовалась актриса в студии «Судьбы человека». При этом роман Сергея и Анны мог так и закончиться ничем, ведь вскоре после их знакомства у Коловой предстояло уехать в Сызрань. Однако настойчивый Пугачев до последнего не терял надежды, даже пошел провожать звезду на вокзал. И тогда Анна поняла, что действительно любит его. «Я сказала, я хочу встречать с тобой пенсию на лавочке через 60 лет. И у нас будет один сын». Короче, что я пожелала, то и пока сбывается, со слезами на глазах рассказала Анна Уколова. Несколько лет назад муж Анны попал в серьезную автоаварию. Он долго лежал в реанимации, а жена приходила каждый вечер после репетиций, чтобы подержать его за руку. Врачи предупредили, что Сергей может ее не узнать, когда очнется. За две недели актриса похудела на 10 килограммов. «Я почему-то знала, что все будет хорошо», — отметила Уколова. «И действительно, Сергей полностью восстановился. Я люблю его, доверяла и буду доверять. Наш союз с судьбой создан», — призналась Анна. Возможно, секрет ее успеха, в том, что она умеет не замечать плохого и видит только хорошее. А еще, по ее словам, в нее всегда все верили. Подписавшись на канал, следите за выходом новых видео и оставайтесь всегда в курсе событий. Субтитры сделал DimaTorzok